это видео для учеников центра восточных языков но те кто не учится у нас тоже могут смотреть я решил обратиться к вам вот меня беспокоит один момент и последнее время вы занимаетесь повторением вот этот вопрос на у вас домашние задания бывают ну кто учится поминану ньхонгу ушки ушки темы называем мондай еще грамматическое упражнение еще аудирование есть в последнее время я замечаю что что-то надо заниматься повторением именно первая страница урока диалог фрэншу эй би ши что-то мне кажется этого не хватает мне кажется честно говоря это важнее чем домашние задания такие письменные но я сам думаю как то такой я неправильно может быть и делал я обычно не говорю так и вот повторить и повторить не так часто говорю но честно говоря это важнее чем упражнение но может быть так надеюсь вы делаете все домашние задания бумажные но просто в зиме я не могу видеть у вас написано или нет просто не написанными бумагами так и сидеть и улыбаться тоже то я не могу замечать вы должны сделать конечно так письменные задачи но 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 именно слушать повторять рэншу эй би ши это гораздо важнее гораздо важнее понимаете сурэгане что-то мне кажется очень не хватает особенно иногда бывает что так никто не повторяет первую страницу это тоже у вас записи есть аудиозаписи есть но почему-то не слушать это те слова которые были так но на первой странице спрашивает сэсэ что это означает часто задают вопросы сурэдэва даме дэсио не так нельзя так нельзя даме дэсио она возьма у каждого свое обстоятельство есть на так и занят кто-то так дела работа учеба есть но вы разрешили учиться у нас тогда давайте будем вкладывать усилия хоть один раз в день и как-то хоть немножко нам заниматься тогда результат будет обязательно то есть вам надо слушать копировать не читать буквы во время занятия не читайте буквы как слышно повторять и вот это упражнение вам обязательно поможет обязательно поможет собственно сразу заметно кто слушает и кто не слушает сразу заметно да собственно чуть-то не я могу сказать такой ну расскажу одну историю когда я учился в музыкальной школе однажды вдруг пришел сэмпай масамичи сэмпай там сайтоу масамичи сэмпай он тогда учился в консерватории тохо тохо гакуэн это очень частная консерватория престижная там учился кстати озава сэйджи а новички не знают девятом уроке в диалоге был озава сэйджи это дирижерですね сам такой известный дирижер дес сам озава сэйджи учился туда поступить очень сложно он играл на фортепиано он вдруг сказал ну познакомился нам он сказал так дурь сам мы очень похожи. Эээ, сэмпай, сэмпай, вы же прекрасно говорите на фортепиано. Я совсем не умею, совсем мы не похожи. Нет, нет, мы похожи. Слушайте, пожалуйста. Вот, это такая притча. Усаги то каме. Усаги это заяц, каме это черепаха. Они устроили какое-то соревнование до какого-то пункта, кто быстрее добежит. Заяц, конечно, быстро бежит. Поэтому пьем-пьем-пьем-пьем-пьем. А, устал, поэтому я буду отдыхать. Деревом так заснул. А черепаха знает, что медленный, поэтому вперед-вперед-вперед, не останавливаясь, вперед-вперед-вперед, в итоге черепаха выиграла. Слышали такое? Вообще-то есть такие люди-гении, у кого есть абсолютно слухи есть. Ну, в ниппом языке «зеттай онкан». Ну, например, дают какие-то новые ноты. Смотрите, уже сразу могут играть они. Таких людей хватает в Японии тоже. Ну, здесь тоже, по-моему, есть такие люди. Вот, Масами-сенпай, я не такой тип. Мне надо, чтобы играть нормально, надо много раз повторять одно и то же. Иначе я не могу играть. Но есть такие люди, которые первое свидетельство более-менее уже нормально играет. Но ты, Филсакун, ты тоже такой тип, как я. Ты постоянно повторяешь одно и то же, одно и то же. Тренируешься, я вижу. «Комбаты нет». Так, честно говоря, дослух мне приятно было, потому что, да, он говорит, что мне надо повторять много раз. Часто бывает, кто старается постоянно, до чего добивается, а у кого сразу что-то получает, вот такой уровень. И на этом уровне останавливается часто бывает. Да, особо не то, вот у меня получилось и все. Что-то есть здесь, правда? «Минна-но-нихонго», у нас здесь «Минна-но-нихонго», «Нью-а-проч». Не «Нью-а-проч», не, оно, для продолжающих учебников. То же самое. Если вы не будете повторять, тогда да, вот вы можете понять какое-то предложение, как переводится, вы знаете, какая грамматика, какие слова как переводятся. Вы знаете, вот на этом уровне вы оставаетесь не здесь. Тут, на этом уровне вы, вот все, вот у меня получилось. Нет, когда вы можете читать нормально, это не гол, это старт. Да, вот у вас получилось один раз хорошо читать, но более-менее как-нибудь правильно повторять за мной. Вот после этого, сколько раз повторять, это гораздо важнее, гораздо важнее. я еще раз подчеркиваю. Основная задача ваша, это повторять то, что мы проходили во время заведения, упражнения, упражнения, делать, и все, это неучоба. わかります как? И особенно я хочу сказать, сэмпэй, кто учится в старших группах, Нитою, ноюгата, а тоюгата, а тоюгата, а тоюгата, тоюгата. Четто осторожно. У вас да, но вы уже так столько лет учились, 2-3 года, 4 года, даже 7-8 лет вы учились, поэтому, например, когда вы видите какой-то текст или леншу ШИ, вы можете читать. Да, я замечаю, один раз видит, уже более-менее как-то читает. И леншу ШИ, совсем не читать заранее, и первый раз вижу, но все равно как-то получается читать. Но это незаметно, очень часто заметно, что этот человек хорошо читает, но дома особо не тренировался. И наоборот тоже, плохо читает, понятно, но он слушал много раз, это слышно, понятно. Но у вас очень опасно, а у меня получается. То есть, когда новички много раз повторяются, иначе не получается, поэтому стараются. А когда уже такой, ну какой-то уровень, уже так, ну второй, то меня на нем, тогда перестают обычно так трудиться, вкладывать усилия. Вот это очень опасно, очень опасно. У вас большой шанс будет, с сарказмом говорю, так вот на этом уровне остановиться. Пожалуйста, вспоминайте, как вы учились в начале. Я, Майк Мира, Майк Мира. Повторяйте, одной тоже, много раз, тогда добиться чего-то можно. Еще один пример скажу. Многие из вас уже слушали, слушали у меня такую историю. Саа, жюдоуの話です. Может вы думаете опять? Еще раз слушайте, пожалуйста. У меня есть друзья, жюдоисты есть, ну вы знаете, кто это. С одним поехали, мы вместе в Битюск. В Битюске устроили мастер-класс. Ну я сам никогда не занимался жюдоом. Ну просто я как переводчик и организатор, так я езжу туда-сюда с ними. Вот тот жюдоист сказал так. Очень важно учи коми. Учи коми-то,わかります? Кто занимается жюдо, знает. Учи коми-то такое движение, повторять, какой-то прием делать. До этого, например, правая нога вперед, и рука сюда, и бросок делать. Например, какой-то прием. Учи коми-то, до броска, до последнего момента движение много раз повторять. То есть не бросать. А с партнером, так, 2, 3, 4, захват, и такое движение. Повторять одно и то же. Это учи коми-то. Он сказал, здесь у жюдоистов не хватает учи коми. Недостаточно. Ну конечно, да, но конечно не все. Тогда так он сказал. Почему важно? Потому что он сказал так. Вот фруссал-сенсей, я уже давно не делал учи коми, но я могу делать. Потому что в детстве, в молодости, я делал сотни, тысячи раз повторял. Поэтому он сказал. Тело помнит движение. До такого доводят японские жюдоисты. Но он сказал так. Ну может быть, на детям не интересно такое. Ну да ты, не бросает. Одно и то же движение до броска так повторяет. Но это очень важно, очень важно. Да. И он сказал так. Часто бывает в Европе какой-то, ну например, объяснить прием. И один раз получается. О, давайте следующий. Давайте следующий прием. Интересно. Вот я могу бросать. Поэтому ничего скажу. Дальше, пожалуйста. И не повторяет. Что-то напоминает. Что-то напоминает. Понимаете? Вот здесь в учебе тоже часто бывает. Самый ужасный вариант. Почитал, перевел. О, я уже понимаю. Нет. Вы читали, перевели, смогли перевести. Это означает, вы смогли перевести на русский язык. И все. Ни больше, ни меньше. Это ничего не значит. Головой понять все могут. А на практике применять не все могут. Получается только у тех, кто тренировался. Соответственно. Вот. Тело помнит. Да? Движение. Тело помнит. Понимаете такое? На соревнованиях нет времени, чтобы думать. Уже как рефлекс. Тело двигается. И в какой-то момент ловит спортсмен. Ловит. Вот. А. И в тот момент захватывает и уже бросает. Это настоящий спортсмен. Для этого такого автоматизма можно сказать. До такого состояния довести. Вот. Вам надо с японским то же самое надо делать. Не. Вакаримаска? Например. Я спрашиваю. Вакаримаска? Вы отвечаете. Ай. Вакаримас. Вы не думаете в тот момент по-русски? Да. Понимаю. И перевожу сейчас. Ай. Вакаримас. Вы так и не делаете. Без перевода. Вакаримаска. С помощью перевода. Это чтобы понять фразу. Для этого перевод есть. Не для того чтобы говорить по-японски. Понимаете? Вакаримаска? Ну. Многие. Я всегда говорю. Многие ученики занимаются переводом. Переводом занимаются. Но мы занимаемся японским языком. Не переводом. Вакаримаска. Поэтому. Когда Вакаримаска. Говорю. Тогда вы отвечаете. Машинарина. Машинарина. Ай. Вакаримас. Без перевода вы говорите. Таких фраз больше и больше накопить. Это ваша задача. Ваша учеба. Поэтому. Одна и та же фраза. Когда так слышно повторять. Это очень важная тренировка. Основная тренировка. Основная часть учебы. То есть. Если. Неделя. Одна неделя. Это сколько минут. Я даже не знаю. Сколько часов. Я не знаю. Но. Вы занимаетесь только 3 часа. Что? 3 часа. Это очень мало. Да? Неделя. Что ты смотри. Я посчитаю. Это 24 часа. Что? 24 часа. 27 дней. Это умножать. Ой. Мозг так не работает. Что? Это. Мне страшно ошибаться. Поэтому я посчитаю. Сейчас. Сейчас. Вы уже посчитали? Подскажите, пожалуйста. Хотя мне не слышно. Это. Вот. 168 часов в неделю. Из них только 3 часа со мной. А если все остальное время ничего не сделать. Тогда ничего не получается. И часто бывает, что такие. Вот. У меня не получается разговаривать. Практики. Ну. Не хватает. Практики. Поэтому у меня не получается говорить по-японски. Практика. Но если у вас есть возможность сразу понять по-японски. Тогда да. Практика будет. Но. В данном случае. Хорошая практика. Это повторять. То, что есть. Угу. Поэтому. Минасан. Чё-то. Подумайте, пожалуйста. Как учиться. Не. Новички. Да. Вы только что начали. Ну. Как-то относительно только что можно. Совсем недавно вы начали изучать японский язык. Не. Я вижу, что вы начинаете привыкать. Да. К стилю. Но. Не полностью. Чё-то. Я прямо скажу. Что поведение бывает. Как будто так. Здесь кружок. Я люблю веселые занятия. Я люблю. Но. Не люблю. Ни серьезные занятия. С вами иногда получается. Вот. Я хочу. Серьезно. Ну. Что. В то же время весело. Не. Такое занятие я хочу. Не. Сам. Еще группу. Этой. Группа. По сводам. Утром. Мол. Чё-то активнее. Пожалуйста. Но. Сегодня не. Мне весело было с вами. Очень хорошо. Да. Ну. Активнее. Чем обычно вы. Отвечали. Реагировали. Соответственно. Миня-сан. Чё-то подумайте. Пожалуйста. Сам. Группа. По низейникам. У вас скоро заканчивается. Миня-сан. Миня-сан. Ни-хон. Миня-сан. 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 Я буду стараться, я тоже буду стараться, чтобы вам уютно было, серьезно и весело, одновременно должно быть, я так считаю, просто слишком серьезно тоже не хорошо, хотя так может быть я слишком серьезно, если что-то не так, извиняюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Ни учиться у нас тоже так могут участвовать, но чтобы вы участвовали, первую очередь для вас я стараюсь, и для тех кто не учиться у нас тоже так очень важна, но важна так для меня это вы, поэтому,皆さん,ぜひ,参加してください, участвуйте пожалуйста активнее,はい, сымасен,長い話になりましたね,はい,じゃあ,終わります, теперь я буду делать видео в секе,頑張ります,じゃあ,皆さん,また,頑張ってください, 皆さんも頑張ってください,私も頑張ります,また,さようならー Хочу кушать! Хочу кушать! Хочу кушать! Хочу кушать! Хочу кушать! Хочу кушать!